Привет! Меня зовут Артур Гисари. Я Татьяна Вогушевич. И мы ведущие курса Start Stronger. В этом видео мы вам расскажем, как правильно научиться читать рабочие предложения. Итак, вы нашли вакансию, которая вам нравится. Теперь внимательно прочитайте объявление о работе. И прочитайте его еще раз. Так и да. Объявление о работе нужно уметь не только прочесть, но еще и расшифровать. И обычно рабочее предложение состоит из трех частей. Это обязанности, требования и что вам предлагает работодатель. А теперь давайте рассмотрим эти три вещи. В наших условиях одно из главных требований это знание языков. Обычно работодатель ожидает от вас хорошего, очень хорошего или отличного знания языка. Если вы говорите с помощью словаря или владеете самыми основами языка, то у вас есть две возможности. Первая. Экспресс-курс. План, как вы можете усовершенствовать свои знания в сжатые сроки. Или размышления. Поанализируйте объявление и подумайте, почему работодатель включает это требование. Например, если это вакансия на мытье полов в сельском магазине в ночные часы, а в объявлении сказано, что нужно свободное знание английского, то бывает, что так же, как некоторые потенциальные работники копируют из интернета мотивационные письма, некоторые работодатели просто копируют, приберут из какого-то образца объявления о работе. Удостоверьтесь, что требования действительно связаны с задачами, которые вам придется выполнять. Например, если нужен менеджер по экспорту в Германию и требования включают в себя свободное знание немецкого языка, а вы его никогда не учили, то, возможно, это вакансия не для вас. Пока. Или пока вы не выучили немецкий. И главное, никогда не лгать. Работодателю достаточно перейти на соответствующий язык, чтобы оценить ваши знания. И поверьте, работодатель это сделает непременно. Опыт. Все хотят работников с опытом, потому что у работодателя нет времени вас обучать. Обучать и платить вам зарплату за то, что вас обучают, мало кто на это пойдет. Особенно, если нет уверенности, что вы на этом месте всерьез и надолго. Как же получить опыт? На самом деле несложно. Либо пройти практику и стать волонтером. Этот опыт всегда учитывается. Работодателю не важно, платил вам кто-то за работу или нет. Важно, что вы делали ее и делали ее профессионально. Второй вариант, который не отменяет первый. Обобщите все, что вы делали в своей жизни и что так или иначе связано с описанными обязанностями. В наше время требования обычно включают компьютерные навыки или работу с компьютером. Что это обозначает? Нет, это не значит, что вы хорошо должны уметь программировать или делать видеомонтаж. Если это будет нужно, то работодатель так и напишет. Обычно это значит, что вам нужно уметь делать самые простые вещи с компьютером. Включать, выключать, писать текста, редактировать, пользоваться электронной почтой и делать все это очень качественно. Также не забывайте уметь хорошо пользоваться Вордом и Экселем. Затем обычно следуют такие требования, как коммуникабельность, ответственность, способность планировать свое время, самому ставить себе задачи. Обратите внимание на эти вещи. Скорее всего, во время интервью работодатель захочет проверить, обладаете ли вы этими качествами и будет ожидать от вас доказательств. Будет отлично, если сможете привести конкретные примеры. Наверное, самый важный раздел в объявлении – это перечень обязанностей или, скорее, некоторая часть тех задач, которые вам надо будет выполнять. Прочитайте эту часть внимательно и вдумайтесь, насколько качественно вы сможете делать все эти вещи. Будут ли вам давать конкретные задания или вам надо будет ставить задачи перед собой самостоятельно? Не все люди готовы ставить задачи перед собой самостоятельно. Представьте себе свой рабочий день и то, как вы все выполняете. Все то, что написано в объявлении. Вдобавок к основным обязанностям у вас могут быть и дополнительные, которые не указаны в объявлении или указаны под собирательным названием и другие. Подумайте, готовы ли вы к этому. Во время интервью уместно задать работодателю вопрос о том, что могут включать в себя другие обязанности. По опыту могу сказать, что это может быть все, что угодно. От мытья полов до выполнения личных поручений шефа. Заключительная часть мы предлагаем. Обычно вы увидите здесь такой перечень. Работу в стабильной компании, перспективы роста, конкурентоспособные вознаграждения. Это, кстати, будет означать вознаграждение согласно сделанному. То есть зарплата ваша будет зависеть от ваших результатов. Работа в дружном коллективе и так далее, и так далее. В этой части работодатели обычно выделяют то, что кажется им особенно привлекательным в их компании. У вас есть возможность оценить, важны ли эти вещи и для вас тоже. Но вы должны понять, что не всегда написанное полностью отражает ситуацию. Бывает, что работодатель просто копирует эту часть из других объявлений. И ваша задача понять, насколько описанные возможности действительно предоставляются этим рабочим местом. И помните, что во время интервью у вас есть возможность уточнить, что имелось в виду в объявлении. Особенно к концу интервью, когда вам задают вопрос, а есть ли у вас вопросы. В следующем видео мы расскажем вам, как правильно составлять свой CV. А в своих комментариях вы можете написать, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с этой темой. Так что, спасибо. Оставайтесь с нами и начинайте сегодня Start Strong. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok